Всем привет! Добрый день! Сегодня у нас очередная распаковка. На этот раз связан также с фото-видео техникой. Как вы видите, перед своими глазами стоит некоторое оборудование, для которого данный аппарат предназначен. В частности, это Уланзи. И это мультифункциональный, так называемый адаптер, для того, чтобы питать ваши устройства при помощи стандартной аккумулятора. Батарейки это NPF 550, 750 и 970 NPF, так называемые Сонькиевские батарейки-аккумуляторы. Все пришло из Китая, достаточно продолжительное время. Настоящее время занимает это около месяца. Пришло вот в таком состоянии. Помимо основного пакета находились вот данный вариант комплектации. Возвращай часть потраченных денег с кэшбэк-сервисом Letyshops. Установи расширение для браузера, чтобы отследить динамику цены и найти товар по самой низкой. Выбрать надежного продавца и вернуть кэшбэк в один клик. Итак, давайте посмотрим, что пришло. Ну, во-первых, пришел адаптер для холодного горячего башмака, чтобы закреплять ее на камере, ну, либо, если у вас есть клетка, рик, то, соответственно, на нем. Вот сюда закреплять. Такой стандартный крепежный элемент здесь, чтобы зафиксировать ее на холодном горячем башмаке, ну, а это, соответственно, зафиксировать на посредственно сам этот мультифункциональный адаптер для питания. И давайте посмотрим, что из себя представляет этот мультифункциональный адаптер. Вот такого исполнения. Стандартная коробка. Здесь написаны некоторые функциональные возможности, в том числе защита от температуры. Так, защита от цикличности какой-то. Дальше от перенапряжения. Раздача против ревесирности защиты. Ну, и различные варианты. Вот такая вот коробка пришла. Здесь написаны основные технические характеристики. Тем, кому нужно, может зафиксировать. Здесь есть Type-C. Выход на 5 Вольт 2 Ампера, 9 Вольт 2 Ампера и 12 Вольт 2 Ампера. Так, всего 22 Ватта. Причем может применяться с быстрой зарядкой. Размеры 92, 72, 25. Режим работы от минус 20 до плюс 55. Дальше применяются следующие аккумуляторы батареи. Как я говорил, я виск НПФ 970, НПФ 750 и НПФ 550. Дальше отдает через USB 5 Вольт 2 Ампера. Через ГИТА присоединение. 5 Ампера максимум. Вес 70 грамм. И предназначен для снабжения различных устройств. Давайте вскрывать. Смотреть, что находится внутри. Здесь есть пломба и скотча. С пакетиками чуть попозже. Здесь у нас стандартная инструкция, как обычно в двух языках. Это у нас китайский и английский вариант. Также здесь основные функциональные возможности. Продемонстрированы какие порты существуют для вывода. Это DTAP, USB-A и USB-PD, как называемый. Дальше с квик-чарджем. Дальше индикация состояния аккумулятора. И точно так же зарядка может осуществляться аккумулятор за счет USB-PD. Ну то есть USB-C-PD. Комплектация у нас идет, значит, сам адаптер, который питание. Инструкция USB-кабель C и USB-кабель A. И USB-C, наверное, там. Вот такая вот инструкция на двух языках. Дальше что у нас находится? Давайте с кабелей начнем. Ух ты! Внутри у нас кабель USB-C и USB-A. И причем он на хорошей стяжке. Длина этого кабеля. Ну, около 80-90 сантиметров. Это, скорее всего, для того, чтобы заряжать данное устройство. Хорошо, что здесь ремешок на липучке. Они стандартные, как они обычно делают для провода, фиксируют. Это очень хорошо. Так, следующий кабель у нас. Там двойной USB-C. Он будет очень открытый, в предыдущем случае. И здесь хорошо, что есть также стяжка в виде липучки. И здесь уже кабели идут два USB-C. Скорее всего, это оба для зарядки. Первый вариант для обычной зарядки, чтобы заряжать от эммулятора. Второй вариант для того, чтобы заряжать быстрые зарядки, скорее всего. Так, и длина тоже где-то 8 сантиметров. Ну да, где-то 80-90 сантиметров. Отличные кабели. Как раз удобно то, что есть стяжечка. Не надо будет отдельно эту стяжку приобретать. Хотя у меня есть на канале стяжка Угрин. Которой я благополучно пользуюсь. Для того, чтобы соединять некоторые кабели. И последнее, что у нас здесь располагается. Тоже чуть легко открывается. Непосредственно сам адаптер питания. Вот он такого типа. Здесь полностью есть пластинка. Есть резьба. 1,4 дюйма для того, чтобы подключать. Здесь есть те же характеристики, чтобы посмотреть. Дальше вход USB-C для зарядки аккумулятора. Следующее здесь USB-C выход. USB-A выход. И D-Tab выход для некоторых камер. Так, я брал для этой камеры и не только. Для того, чтобы, во-первых, ее запитывать. Чтобы не использовать стандартные аккумуляторы. Это вот эти вот EN-EL14 или просто 14 старый вариант. Вот при помощи этой батарейки от Соньки. А именно NPF 550, 750 и 970. И, кстати, давайте сейчас посмотрим, как там размещается эта батарейка. Кстати, давайте проверим. Здесь вот показывает на индикаторе. У нас три деления, то есть 75% заряда. Так, а здесь показывает, что у нас 100. Хорошо, что отключается. То есть можно всегда проверить, чтобы не тратился лишний заряд. Кстати, сюда закручиваем. И фиксируем. Вот таким способом. Так, кстати, давайте сейчас проверим. Есть у нас вот такой тоже powerbank. Попробуем зарядить через USB. Ну, как видим, у нас там мигает красным. Это говорит о том, что у нас powerbank заряжается. Поэтому, кстати, удобно очень использовать не только для фотокамер, ну, например, для зарядки того же смартфона, планшета, ну и тому подобное. Где требуется аккумуляторная батарея. Давайте сейчас подключим камеру и посмотрим, как она будет функционировать. Причем мне нужно еще, чтобы не только камера функционировала, но и функционировал еще фоллоу-фокус вместе с ней. Можно ли это сделать два в одном или нельзя? Также давайте проверим, как заряжается данный аккумулятор на этом источнике питания, адаптере питания от быстрой зарядки. И посмотрим, как у нас будет хотя бы некоторое время заряжаться этот аккумулятор. Итак, давайте приступать. Давайте проверим, как заряжается. Для этого воспользуемся адаптером быстрой зарядки. Компания Ugreen, которая была в виде распаковки и применения. Ну вот здесь вот применяется USB-C. Ну и характеристики уже видели. Так, для этого воспользуемся данным кабелем. И как видим, у нас осуществляется зарядка аккумулятора на этом адаптере. И вот, сейчас у нас горит уже все четыре. Но это говорит о том, что идет полфункциональная зарядка. Продолжение следует... 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 Итак, я вам продемонстрировал в Уланзе. И это мультифункциональный, так называемый, адаптер. Для того, чтобы питать ваши устройства при помощи стандартного аккумулятора. Батарейки, это... НПФ 550, 750 и 970. Каждый делает свой осознанный выбор. Я свой осознанный выбор сделал. Информацию предоставил вашему вниманию. Выбор только за вами. Всем спасибо за внимание. Кому это было полезно. Всем удачный покупок, распаковок. До следующего видео. И до свидания. Продолжение следует... Продолжение следует...